Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине выступил перед Советом ООН по правам человека в Женеве с докладом. В нём рассказал о новых свидетельствах преступлений Вооружённых сил Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины. Пытки украинцев российскими военными назвал систематическими и широко распространёнными. В некоторых случаях, по словам представителя ООН, они применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы. «Мы наблюдали множество различных нарушений с российской стороны. Умышленные убийства, убийства гражданских лиц, изнасилования, депортация детей, сексуальные преступления на оккупированных территориях, другие нарушения закона на оккупированных территориях». По словам главы комиссии, чаще всего объектами пыток становились люди, которых российские военные подозревали в передаче информации ВСУ. В некоторых случаях к украинцам применяли электрошокеры. «В своём отчёте комиссия заявила, что российские солдаты в Херсонской области на юге Украины изнасиловали и совершили сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет». Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс выступила в Киеве после своего недельного визита, в ходе которого общалась с жертвами пыток. Ей рассказали, что на одну группу заключённых российские военные натравили собак, снимали видео на телефоны и смеялись. Несколько человек рассказали, что их заставили бегать между шеренгами российских солдат, избивавших их дубинками, а одну женщину вынудили вернуться в камеру с завязанными глазами по нескольким коридорам и лестницам, запретив касаться стен. «Это не случайное, аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию, внушению страха или наказанию с целью получения информации и признаний». Элис Джилл Эдвардс, спецдокладчик ООН по вопросу о пытках из публикации издания The New York Times. Представители независимой международной комиссии по расследованию нарушений России и в Украине уже несколько раз посещали украинские населённые пункты, осматривали места разрушений, захоронений, содержания под стражей и места пыток, исследовали остатки оружия и знакомились с многочисленными документами, фотографиями, спутниковыми снимками и видео. И в ходе каждого визита находили новые доказательства военных преступлений. «Пытки широко и систематически применяются в разных регионах. Они основаны на одних и тех же методах и, похоже, являются обычной практикой, особенно в местах содержания под стражей, которые находятся под контролем России в течение длительного периода времени». Военные задеяния России расследуют как зарубежные, так и украинские следственные органы. И одна из главных проблем расследования российских военных преступлений – это их беспрецедентное количество, говорит генпрокурор Украины. «На данный момент мы зарегистрировали 105 тысяч случаев совершения военных преступлений. И что важно, что это не все совершённые военные преступления. Многие цифры занижены, потому что военные преступления всё ещё совершаются на оккупированных территориях или люди, которые уже убиты, не смогли сообщить о совершённых против них военных преступлениях. Поэтому мы понимаем, что это огромное количество». Андрей Костин, генеральный прокурор Украины, в интервью «Голосу Америки». Помогать украинским прокурорам в расследовании будут и Министерство юстиции США, и ФБР. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала Фрида.